Добро пожаловать, друзья! С вами всё так же ваш Невермор, и мы возвращаемся на наш любимый Красный Марс. Как правильно заметили в комментариях, кто-то его постоянно ломает, а мы его постоянно чиним и делаем снова зелёным. Вот с того же места и продолжаем. Вспоминаем, что у нас было. У нас была лидер по имени Кэта Олеся, индийской национальности, много чего хорошего делает, но ничего полезного. У нас уже три космических проекта, которые самые важные, это у нас на 50 атмосферы. Импорт водорода с газового гиганта. Как только мы это сделаем, у нас реально будет... Не совсем, но будет атмосфера. Хм, да. Аж пиликнуло круто. Что у нас ещё есть? Импорт воды с колец Сатурна. 20 титана, я думаю, что к этому моменту, когда у нас будет возможность, мы как раз-таки накопим. Мне писали в комментариях, что у меня уменьшается кремний. Кремний-то у меня уменьшается не то, чтобы он мне был сильно нужен. Нам скорее нужна еда. Так что да. Пока что тащим так. Тем более, что... Тем более, что... Кремний мы найдём... Где у нас ближайшая шахта по Кремнию? Скорее всего, вот здесь вот. Но расширения в новом будовещи у нас пока нету. Где у нас ещё шахта по Кремнию? Малая ш... А, вот, подождите-ка. Вот здесь, в регионе Сирениум у нас... Явно, точно шахта по Кремнию будет. И мы добавим ещё одну, да. Так, полезных действий сделать не можем? Не можем. Здание поставить можем? Можем поставить космопорт. Но некуда. Боль, печаль. Боль, печаль. Нам нужна еда, нам нужно расширение. Значит, топим дальше на педальку. И да, у нас минус 7 по принятию нашими людьми. Плюс в этом году Олеся от нас уходит. Надеюсь, следующая будет лучше, чем предыдущая. О, май. Слушайте, прям барышня с онлифанса. Ну-ну, ну-ну. Опыт работы, ораторское искусство. Я же говорю, с онлифанса язычком работать умеет. В отдельно взятых областях. А, Над... Господи, думаю, Надежда. Хоуп её зовут. Надежда. Надника стала первым ребёнком, родившимся на Марсе, и неудеительно, что на неё с самого начала вылагали большие ожидания. Ты смотри, онлифансовская внешность и первая на Марсе. Прям совпало, так как. Что полезного? Водушевляющая речь может орально возбудить население. Плюс здесь поддержки от... Населения. Но речь это один ход, один город. Может ещё провести фестивали за 8 воды и 80 поддержки получить. На крайняк-то пойдёт. Что даёт вторая? Раек это зафильная барышня с собакой. Что у неё есть? Импортировать форму жизни. Мы до этого этапа ещё не доросли. Нам пока особо не нужно. И генетическая мороза устойчивость. Это интересно. Уменьши... О, господи, прости. Уменьшить потребность формы жизни в тепле на один. Да мы-то гореть должны вообще планету. Возьмём вот эту вот. Онлифансовскую. Отверждём вам. Немножко накастуем на мораль. Дальше что нам подвезли? Нам подвезли классную штуку. Комбо жилой центр. Но у нас один такой стоп. У нас не такой есть. У нас есть мастерская драгоценности и... Ко-ливинг, да? А в чём разница? Давайте подумаем. А, это кондоминиум для мыслителей. Он даёт науку. А комбо жилой центр нам даёт население плюс... А, он два населения даёт по факту. Люди-роботы. То есть две расширяхи на ход. Нет, 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 но нет. И энергии у нас тоже нет. Да. Вот тут мы можем войти в интересный клинч. Плюс у нас внезапный выброс подземной энергии вызвал сотрясение грунта вблизи города Сирениум. Затронут здание теплицы картофельного ферма. Ох ты ж, ёо, родная бульба. Родная бульба страдает. Чё есть, чё есть, чё есть? Расселение бактерий. У нас такое есть. Так что тоже на О. Хотя, если задуматься, развлекательный центр. И у нас уже минус 27 по морали. Развлекательный центр... Да. Развлекательный центр мы оставим. Точнее, даже возьмём. Чё, с Новым Багдад. Вот. Здесь же, что ли, песчаная буря была? Покажись, покажись. Да, здесь родная картофельная ферма разрушилась. Народ лютует, народ бунтует. Минус здесь поддержки за ход. Обидно, обидно. А, у нас две разрушились. Тепличка с помидорками тоже. Осталось только тепличка с огурками. Что мы на это дело потратили? Только я не посмотрел. Скорее всего, потратили титан. Ну, титан-то такое. Титан-то можно. О, деваха, ладно. Давай, кастуй, бустуй. Делай нам в Новом Багдаде поддержку. 20 поддержки мало. Мало, 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 мало. Ну, хотя бы компенсируем то, что мы теряем заход. Вот у нас появился спутник свободный. У нас космопорт. Но нет, 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 нет. И воды у нас тоже нет. Вообще, у нас вообще нифига нет. Хоть бы проект какой закончить. А, есть за это расширение. Слушай, а из этого города нет? Случайно... На какую-никакую силиконовую шахту, нет? Не, а виды печали, но нет. Здесь мы шахту глубокого залегания еще не построили. Нам нужно 12 энергии. Да, тяжелая доля. Тогда продолжаем исследование. Нам же еще воду нужно найти. Желательно хорошее месторождение, чтобы поднять водоносный слой. У нас почти океаны. Хотя бы базовые почти океаны. И здесь можно было бы сделать экскурсии. Мора или все такое. Но нет. Но нет, но нет. Так, что такое? Что мы не можем? Нас кладин... А, вот. Вот, правильно вы думали. Кремния-то у нас нифига нету. Нам нужно перешаманивать наше производство. Импорт, экспорт и все такое. Хотя можем сбросить один. Один экспорт кремния оставить. Один-то мы производим. И нам нужно экспортировать еще одну байду. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сложно. Экспортировать что-то нужно, а нечего. Еду уменьшать нельзя. Допустим, немножко селитра. Нам селитра на будущие проекты особо не упала. Немножко поэкспортируем селитру, там подумаем. Коль. Город Нью-Багдад. Ах, ты же, яхта, шахта была повреждена. И еще минус 20 поддержки. Не, мы эту катку не вытащим. Ваша исследовательская группа... Че-че-че-че-че-че-че, минус 10. Можем отремонтировать. Две энергии, два титана. Энергия плохо, но ничего. Солнечные батарейки. Неплохо было бы. Дают малой энергии, требует много кремния. Оба идем, су. Зато, зато, зато есть прикольное здание, кодома. Дает счастье, радость и полное благополучие. Плюс мы ее можем построить. Она совершенно не требует воды. Если так задуматься... Че-то нужно куда-то вставить? Не, сбрасываем, сбрасываем, сбрасываем. Не с руки нам просто сейчас этим заниматься. Так, девах, а давай-ка забустую еще немножко морали. Здесь. Вот, это неплохо. В Новом Багдаде была двадцатка, а в Новом Будапеште уже тридцатка. Ох-ох-ох. Круто живем, друзья мои, круто живем. Хотя нужно обустануть реально какое-нибудь здание на энергию. Плюс ученые делают успехи в адаптации жизни к марсианским условиям с помощью биоинженерии. Распространитель семян. Или бактерии. Бактерии пока. Почему бактерии? Потому что мы не дошли до уровня распространения семян. Так, 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 так. Такс. Ах-то, и хочется и колиться. Исследуем вот эту точку. Как только будут спутники. А спутники у нас уже есть. Ресурсы. Шесть титан, две воды. Две воды практически вышли на уровень самоокупаемости на кондоминимум. Который зараза наука. Лучше иглу поставим. Вот, иглу. Иглу хорошо. Иглу дает нам счастье и радость жизни. В идеале дало бы нам еще две... Два продвижения. Такс. Иглу. Мы тебя должны ставить возле, 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 возле. А, мы тебе в этом в городе еще вообще ничего не ставили. Хорошо. Ставим иглу, которая дает нам людей, роботов и три счастья за ход. Так, сдавай сюда. Счастье вроде бы забустовалось. Иглу вроде бы стоит. Внимательно наблюдать, что говорит, что да. Два перехода у нас есть. А вот реально, можно впиндолить шахту. Одно маленькое исследование. За одну маленькую бусинку денег. И здесь есть еще титан. А, узнаете, давайте. Давайте. Как только будет еще энергия, мы сразу же сделаем. Так, с наук пока что сбросили. Тоже не особо-особо. А эти годины опять бунтуют. Уже минус 45. Моя ж ты родная. Зато мы наконец-то делаем импорт водорода с газового гиганта. Плюс полтоса атмосферы. Смотрим направо. На значок атмосфера. Запускаем. Итого атмосфера у нас 53. Если бы мы производили хотя бы одну, хотя бы одну, хотя бы маленький кислородный заводик поставить. За 17 водички. Мы бы реально вот за 7 ходов доделали бы хотя бы первый левел атмосферы. Жизнь ты наша жестянка. Спутники-исследователи. Да, новый космический проект. Не берем. Ничего не берем. Не забываем воодушевлять народ речами. Вот, 30 поддержки. Хотя на фоне минус 45 стоит проверить все-таки наши города. Здесь у нас все в порядке. Здесь у нас все в порядке. Здесь вообще все должно быть в порядке. Здесь подземное. Так. И третий городишко. Новый Богдан. Здесь тоже все в порядке. Да, проблема печаль в том, что у нас просто очень сильно выросли запросы. Ну и в новом БСТР у нас нет даже плюса по настроению. Новый БСТР. Чего бы тебе такого поставить? Если я эти развлекушнику поставлю, то будет минус 42. Ммм. Крутик. Вот зацените. Расположенное рядом здание населения поставляет плюс 3 поддержки за ход. Население есть? Поддержки нет. Алта-та. Технологический магнат предоставил нам чертеж инновационной установки по производству кислорода на ядреном топливе. Так. Понажите-ка. 23-я. А, у нас 0-3-я. Лучше возьмем поддержку. Возьмем поддержку народную. Третий мы пока не дозаисследовали. Так. Следующая точка на исследование. Вода. Уф. Вам повезло обнаружить по слоям влажненного песка природный резервуар с кислородом, получившимся из углекислого газа по действиям радиации. Не знаю, как эта физика работает, но плюс 4 атмосферы... А, к сожалению, просто не заход, не заход. Но, тем не менее, у нас есть новые мысли. Мы нашли-таки водоносный слой. Если мы поставим в пещерах городишко, просто любой городишко, мы добьемся и добьемся минимум океанов. Это же просто крутяк. А что бы у нас по очкам? 63 из 300. Даже не рядом, родная, даже не рядом. Давай. Произначили ячугу. Ну, дать проверим новый БСЭТР. Может, что там есть? Нет, всего 20. Короче, в новом Будапеште наобустовать. Так. Технологии. Пошли вон. Космический проект. Орбитальный телескоп требует кремния. Третьей нет такого. Космические отели. 6 тысяч и 10 титана. Мы уже один строим. Только мы его не строим, нифига. Мы должны строить, а мы этого не делаем. Вот. Вот так вот заровняли. Все хорошо. У, Суща, может, что нам, Титан нужен? Не, не. Давайте Титан на уровне океана. Импорт воды с колец Сатурна. Уж 20-то ходов как-то с боженькой должны выдюжить. Два же не можем, не можем. Так, девахонька, давай. Еще раз на Будапешт. Тридцаточка. Космопорты нам очень сильно. И девахонька от нас уходит. Зато к нам приходит чувак... Нет. Нет, да, к нам приходит замечательный чувак. По имени Артурчик. Мало то, что он рыжий, так он еще может добывать с месторождения очень много ресурса. 10 единиц ресурса за ход. Крутяшно. Вторая барышня неплохая, но... 3 случайных единицы ресурса для нас. А, слушайте. Она реально неплоха. Она за ход предоставляет 3 случайных единицы ресурса для нашей космической технологии. То есть, по сути, можно на одной ней вытащить пару космических технологий. За все время ее каденции. Берем. Сейчас за одной проверим. Асфальтоукладчик, если вы думаете, что я его не возьму, то я буду вообще дураком. Проверяем. Город можем поставить? Исследовано, исследовано, исследовано можем. Почему не можем? Исследовать прилегающие области в смысле не исследовали? Я ж смотрю по стрелочкам. Ты да... А, вот. Был неправ, каюсь и справляюсь. Вот теперь-то мы можем поставить новый город. Новая Любляна. Такие поляки смогли в космос, Карл. Поляки таки смогли в космос. Поляки таки стронг. Хотя бы на Марс добрались. Асфальтоукладчик поставит тебя тут или там? А, ну давайте глянем. Можем? Не можем. А нам нужно прям сразу. Понимаю, что делаю неправильные вещи с этим размещением, но если что, здание потом можно двигать. А, ну да, мы же не можем его поставить, если он не связан с командным центром. Тогда Ходочек придется подождать на расчистку. Окей, Дейзи. Мы не горды. Мы попробуем. И еще один лизантный выброс грунта. А, ага, ага. Боль, печаль, боль, печаль, боль, печаль. Вот в этом вся суть этой игры. Ты вроде бы, вроде бы так начинаешь выходить на что-то, что-то. Начинает что-то получаться. А потом хопача. Пара-тройка неприятных случаев и все. Ммм. Плюс три титана на космопроект. И плюс по мелочи на второй космопроект на отеле. Ладнюха. Ладнюха, ладнюха. Исследуем дальше. Что можем, исследуем со смайликом. Смайлик нам хотя бы будет разовый прибыток давать интересам. Так. А если мы реально, сочи, а если мы реально сделаем вот так? Взяли скалистые равнины. Ну, не шахт, конечно, но хотя бы халявную посадочную площадку. И с этого дела можно было бы импортировать немножечко больше энергии за ход. А экспортирует ту же селитру. Потом найдем, где взять. Так. Есть. Кислород, господи. Да, да. Мы можем сделать кислородную станцию. Новый Бессеттер. Это дело для тебя. Покемон, я тебя выбрал. Так, не здесь, не здесь, не здесь. Вот здесь. Ислородная станция дает атмосферу 1 заходки. Слорода нет заходки. Три хода у нас будет первый левел атмосферы. Хм. То есть мы, конечно, сдохнем, но не сегодня. А вот этого я не видел. Хранилище Семен. До такой штуки, честно скажу, не доходил. А плюс один науки за каждую форму жизни в данной климатической зоне. Я вас понял, друзья мои, нафиг не упала. У нас жизни нету здесь. У нас смерт одна. Так, деваха давай еще немножко. Бустанула. Но не сказать, что зашло. Неужели она только один раз используется? Если только один раз используется, это обилка вообще, то это переновая обилка. Мягко скажем, не нужная. А, минус 89. Поддержки нет. До импорта метана или чем мы там импортируем мы просто тупо не дойдем. О, жизнь боль, жизнь боль, жизнь боль. Но берем роботов. Берем роботов. Их же, пожалуй, ставим. В смысле нельзя? Чё тебе не хватает? А, тебе уже энергии не хватает? Да-да, асфальтовый кладчик. Тоже как бы вариант. Внимательно. Три расширения. Расширение номер раз. Извлечение воды из океанов. Нужна четверочка, есть двоечка. На следующем ходу краски поимеем. На второй космический отель, который она может сделать. Но за 10 титана. Ну давайте проверим. Это будет доп. космический отель или она сразу его построит? Это доп. космический отель, который... который нам бесполезен. У-у-у-е. Наши усилия по троформированию проносят плоды. Последний анализ показал прирост по следующему параметру. Атмосфера. Марс становится все более комфортным для жизни. И наше население этому очень радо. Но всего на 100 поддержки. Минус 82 заход также остается. Не фонтан, не фонтан, но что есть. Зато. Зато, зато, зато. Есть у нас такой регион. Новая Любляная, но Арис-Мажор. Неплохо по кислороду. По температурке минус 1. Смотрим по бактериям. Что у нас на минус 1 есть? Температурка 0. Температурка 1. Температурка минус 2. Вот. Мы можем распространить, да и на коки. Это не те коки, о которых подумали. Можем еще поднять океаны. Буквально на один левелочек. И еще 100 поддержки населения. Смотрим, наблюдаем. Да, 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 да. Вот они проявились. Водичка, водичка студеная. Полярные шапки не там, где назой быть. Но, тем не менее. Маленькие озерца, видите, по факту уже есть. Хотя по счету мы нифига не продвинули. Нам нужно гораздо, гораздо больше. Хорошо. Если нам нужно гораздо больше, мы поставим станцию распространения бактерий. Так, в регионе, в регионе, в регионе, в котором минус 1. Внимательно, возле Новой Любля. А, пардоньте. Минус 3. Нет, нам все-таки нужно в другую сторону. Скажем, в эту. Экскурсии на плюс... Хотя экскурсии на плюс 5 тоже неплохи. Если задуматься. И хотелось бы, да и места нет. Допустим, возьмем на месте дальних экскурсий. Там все равно дебаф будет. Бери, не бери. А так мы хотя бы можем распространить бактерии. И тоже получить маленькую прибавочку. Вот они, наши бактерии. Цианобактерии. А, мы можем идти этим. Так, с престижностью... Да-да-да-да. Плюс атмосфера. А ты даешь нам... Плюс атмосфера и престиж. Давайте первую. А да и на как мы ориентировались. Вот мы да и на как и сели. Ну, видите, по фиолетовело. Не везде, но в отдельно взятом регионе. Тоже хорошо. Девушка, давайте. Плюс три титана на второй куст мотыль. И движемся нежно дальше. Но параллельно пытаемся не сдохнуть. Так, сученые делают успехи в адаптации к мастерским условиям с помощью биоинженерии. Зачем, скажите, пожалуйста, зачем вам лес умеренного климатического пояса и кролик? Кролики, серьезно? Какие кролики? Господи, окститесь. Мы с трудом-то на воду накрафтили. Еще у вас есть здание суда. Комфортная жизнь. И мы его можем построить. Практически халява. Делаем, 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 делаем новый бассетер. Делаем новый бассетер возле главного здания. Минус 68. Не фонтан, но стало лучше. Пень плохо накопить бы на кондоминиум. Или хотя бы на мастерскую предметов роскоши. Нам резко нужно перестать экспортировать кремний. У нас вообще скоро баланс ляжет. К бебеняшкам. Где мы можем поставить шахту? Нигде. Нам нужна энергия очень сильно. Совершенно. Нигде ничего не можем поставить. Македези. Акомпостирующая остановка. Импорт воды с Ев... Ах, ты ж зараза. Ммм, ах. И вот оно вылезло. Импорт воды с Европой. За несчастные 23 эридия можно было бы установить на второй левел. Практически океанов. Но нет, но нет. В запас не возьмешь, слоты заняты. Так, девак, проверяем. Точно ты не можешь добавить еще. А нет, как видите, обилочка использовалась, но добавочки не было. Обидно. Печально. И экспорт закончился. Телитрушку мы сбрасываем. Совсем вообще. Нам нужно что-то, что-то. Или нам нужно не импортировать энергию в таких количествах. А хрен с тобой? Экспортируем еду. Плюс 4, плюс 6. Невелика разница. Едем дальше. Едем дальше. И орбитальные солнечные печи. Плюс 3 энергии заход. Ах. Как же ты соблазнительно, моя родная. Здесь что? Разведка, вода, кремнии. 10 еды. Водоносный слой. Ах. А в новое любляние ни хренашеньки ты не вместишь. Хотя, хотя, хотя. Кандемиум через 3 хода мы сделаем. Если да, живем. У них запросы повысились. Они как будто не поняли, что они живут на Марсе. И у них вообще-то... Жюпенька наступает. Друзья мои. Вы живете на Марсе. Вас ничего хорошего не ждет. На все нужно потратиться. Ни на что не можем потратиться. Давай что ли роботов поставим. Джампс. Запросы. А, у них просто запросы на 140. Кошмар. Ну что, обещали кондемиум. Делаем кондемиум. Минус 85. Погоду не сделает. Если нам не выпадет что-то... Водушевляющее, вдохновляющее. Оно явно не выпадет. Валила. И слава богу, бесполезная была девушка. Это че за Эллен Рипли? Анастасия Дромеду. Опыт. Национализм. Из Гитлер-Югента, что ли? Национализм у нее в опыте. Позволяет совершить все технологии, заступные на ходу бесплатно. Или же речи о независимости. Не-не-не, девушечка. Не то, не то не нужно. А вот это вот уже интересно. Найла... Болотбек. Из Казахстана, что ли? Да твою ж мать, точно родилась в Казахстане. Вот реально не читала, как из Казахстана. Что ты можешь? Город года. Неплохо, неплохо. Маленькие будут по настроению, подтверждаем. Здание, 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 здание все плохие. Чокс. Что у тебя вторая билка? Плюс два поддержка за ход за торговый путь из этого города. Ну, давайте попробуем. Где у нас больше всего торговых путей? Здесь у нас два. Здесь у нас два. Ну, это понятно, что в Новом Будапеште больше всего. Так, а ну, погоди. Я хочу... Я хочу завязать твою мега-обилочку. Эту технологию можно принять в городе. Стесняюсь спросить, на чё? На штабе нет. На каком-то объекте. А, это посольство строится. Вон, а чё как. Тогда нам нужно место, где можно что-то расчесть. Это явно не здесь. Новый Багдад, скажи. Скажи, скажи посольству. В бесполезном вот этом месте. Минус 83. Что было, что стало. Спутничек наш родной. Замечательный. Вот смайлик берём. 20 поддержки. На общем фоне потеряться можно. Но 15 энергии. 15 энергии. Довольно интересно. Плюс новое место под город. Кратер. Затопить не затопит. Но и пользы особо и не принесёт. Так. Давайте-ка понаблюдаем. Мы можем поставить фабрику по производству СО2. Которая будет нам сжечь атмосферу. Немножко. Совсем чуть-чуть. Атмосфера заход и тепло заход. В той же Любляне... А, ты не вместишься. Тогда в Новом Багдаде. Но не возле жилого места. Почему-то людям не нравится, когда у них коптильня под боком. Хотя вот возле роботов можно. Роботы это не люди. И да. Ебой. Поехали. Новый бассатер. Очередная песчаная буря. Ещё и иглу тронуло. Зато. Эта фирма Илона Маска предлагает нам крупный грант. Крупный грант, друзья мои, это когда много-много денег или хорошее настроение. Это у вас не крупный грант. Это у вас фигня. Допустим, на масле. Но 8 энергии за газопроизводящий завод это тоже ни о чём. Вполне себе можно сделать. Так, чё, в смысле 6 титан? А? Ах, ты ж зараза. Ах, ты ж зараза такая. Смотрите-ка, нам нужно асфальтовый кладчик. А хотя, погодите-ка. Что нам нафиг асфальтовый кладчик убрать? Новый бассатер. Если бы я знал, что торговые пути не пропадут без асфальтового кладчика, убрал бы, даже не задумался. А так нам нужно снять экспорт титана. Уйди, уйди. Как тебя убрать? А, мы не можем тебя убрать, потому что мы тебя экспортируем-то. Вот тут и смертушка нам пришла. Такая, знаете, неприглядная. Нам нужно заканчивать проект за 5 ходов. Мы 5 ходов просто тупо не проживём. Если только не сделаем город года. 29 по одержке. А так, может, проживём. Обойдёмся. Движемся. Технологии что? Технологии нет. Нет, нет, нет. Хотя нет, больничка есть. Смотрите-ка, больничка. Есть больничка, мы можем поставить больничку, и будет всё хорошо. 2 с науки 4-3. Поддержка за ход. За расположенное рядом население. В каком-то городе мы по кругу населения начали вставить, но не вставили им те же бани. Так, а здесь что? Иглу починить. Иглу починили. Население, население, население. Не пойдёт. Влюбляне. Даже население не ставили. Багдад. Население, население. А, как ты ни крути, всё равно нехорошо. Ладненько, хотя бы в Багдаде поставим больничку. Минус 85, но уже более реально. Нет, нет, нет. Эта планета против нас. Она просто не хочет, чтобы мы выжили. Мы делаем для неё хорошо, но делать нам плохо. В баньке за водичку. Водички нет, но выдержитесь. Серьёзно? Песчаная буря за песчаной бурей? Они пошли бы в ВОН. Шаг-то, починись, иди нафиг. Так, искусственное магнитное поле, защита от радиации на всей планете. Ох, как классно было бы. Ох, как классно было бы всё за 12 науки. Но некуда. Поэтому радуемся. И всё-таки поставим газ в добывающий завод. Так, есть, есть. Наблюдашенька. Наблюдашенька я по планеточке. Так, нам нужен смайлик. Нам нужен большой, красивый, жирный смайлик. Так, вот, например. Поближе ничего не то. Например, вот здесь. 22 поддержки, 2-3, 2 титана. Пойдёт. В курсе всё ещё не можем. Ещё одна, серьёзно. Мы, боженьку, ктулху прогневали, что или что. Просто вот за что? Почему постоянная песчаная буря? Где ты взялась? А, у нас два хода, коротки на завершении порта воды с калит Сатурном. Туристическая компания, плюс типа 3 поддержки. Нет, 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 нет. Ещё раз нет. Давай, Багдад, город года. Один поддержки, серьёзно? Из-за того, что там повреждено жилое здание, один поддержки. Ёхта. Да, что-то мы с атмосферой завезли и... О, минус 40 поддержки. Это, можно сказать, финал. Зато запустим импорт воды с калит Сатурном. И воды не довезли. Чувствуете подвох? Даже уровень моря не повысили. Так что этот ход наш последний. Чтобы мы не крутили, чтобы мы не вертели, но нас всё равно съедают. И на этом, дамы и господа, у нас выходит полная и незамысловатая фиаско. Как я и говорил, туториал я проходил с пятого раза. Отчасти из-за того, что я криворукий. Отчасти из-за того, что игра довольно интересная. И многое построено здесь на рандоме. Как видите, это далеко не цивилизация. А своя самобытная игрушка, которую стоит играть и переигрывать. Она реально затягивает. Особенно, когда играешь не на стрим, а пытаешься ещё и думать в это время. Так что пишите в комментариях, насколько я фейлер. Насколько хреново я играл. И если вам вдруг, не дай бог, понравилось, то тоже пишите. Попробуем это дело ещё раз повторить. Пока что давайте же сделаем финальный ход. Исследовать-то не можем. Хотя могли бы как-то попытаться затянуть уж, знаете, так... Взять немножко здесь поддержки. 98 не хватает. И даже если бы город-кода объявили, всё равно не хватило. Так что да, полнейшие дамы и господа фейл. Так что не будем унывать. Помним про ссылочки под видео в описании. Ну, как обычно, всем удачи и до встречи. Когда-нибудь увидимся ещё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...